Минимальный момент приведения В теме приведения системы сил к простейшему виду часто встречается такое понятие, как минимальный момент приведения Ну, это совершенно очевидно Если главный вектор СМ1 тот же, главный момент меняется Может быть случится так, что он когда-то будет минимальным Фактически мы уже выявили выражение для минимального момента Просто этого не заметили Мы выявили, что есть у нас скалярный инвариант Обозначим его И, он у нас уже был выведен Это скалярное произведение R на M Ну, здесь порядок с множителем не важен Допустим, вот R на M Здесь, конечно, мы пишем вектор, вектор Здесь точку у R не пишем А M берет всегда относительно некоторого центра Это и есть центр приведения Относительно центра Ну, можно писать, и часто это делается Rx на M Ox плюс Это как обычно в скалярном произведении Кстати, вот эти Ox, Oy и Oz Это все вот эти компоненты из уравнения центральной винтовой оси Так вот, это у нас скалярное произведение Это инвариант, то есть величина, которая не меняется Но не меняется и R Мы запишем так же Это R Скалярное произведение можно двояко записать В координатной форме И в форме модуля R на M Здесь мы вектор уже не пишем То есть это модули То есть положительные некие величины То есть корень квадратный и сумма квадратов И на косинус угла между ними Косинус α А теперь замечаем Вот эта величина меняется Меняем центр приведения и меняется M0 Но вот эта величина не меняется И не меняется все произведение Вот теперь выясняется Когда будет вот эта M0 самая маленькая Ну, естественно, когда вот эта косинус α будет самая большая Распроизведение будет одно и то же Значит, если это будет самый большой косинус То это будет самый маленький M То есть минимальный момент вычитывается в том случае Если α равно 0 А это и есть как раз динамо То есть когда у нас α равно 0 То есть главный вектор и главный момент Лежат на одной прямой То момент, который этому соответствует Это и есть То есть момент динамо Это и есть минимальный момент Его обозначают M со звездочкой M со звездочкой Которая вычитывается, очевидно, из этой формулы И у нас скалярный инвариант Деленное на Значит, если мы положим косинус α Равняется единице Деленное на R Деленное на R Ну, вообще-то говоря Вот эта величина положительная Положительная, это модуль Это положительная Тут некоторые противоречия И это получается у нас Скалярное произведение Угол может быть и тупой, и острый Это может быть и положительная величина, и отрицательная Тогда в зависимости от того, что мы ищем Вот если мы ищем просто модуль Минимального момента То здесь по-хорошему надо поставить Вот так вот Модуль И Ежели мы ищем проекцию Момента на направлении R То можем этот не писать модуль И тогда получается M со звездочкой И поделить на R Уже получается со знаком Если косинус тупой То у нас получается с минусом То есть если мы в результате вычисления Почитаем инвариант Почитаем R Поделим одно на другое Получится отрицательная величина То получается, что главный момент И главный вектор лежат так Что они направлены в разные стороны Вот это понятие минимального момента Оно используется для решения задачи Ну и еще шаг винта Можем посчитать Значит, если это у нас Все вот это Это и есть момент А момент у нас минимальный Значит, получается, что здесь у нас стоит M со звездочкой Здесь стоит R То у нас получается, смотрите М со звездочкой Равняется B на R Мы здесь, конечно, уже поставили В модулю Вообще-то, говорю, у нас вот так вот Так, вот так А если поставим по модулю То получается, что Шаг винта вычисляется по формуле Вот так вот M со звездочкой Поделить на R Вот это шаг винта Который мы будем вычислять При решении задачи На составление уравнений Центральной винтовой оси Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова